И теперь к вопросам коммунальным. Их мы каждый четверг разбираем в рубрике «Платежка». В студии моя коллега Оксана Прудникова. Оксана, сегодня об уборке лестничных площадок. Больная тема. Да, Ольга, сегодня разбираем, сколько раз в наших подъездах должны убираться и сколько это стоит. Действительно, вопросы наболевшие, и на них нам поможет ответить Наталья Балабина, специалист жилфонда. Но скажите, действительно, это всегда очень волнует, сколько раз в подъездах должны убираться? Периодичность выполнения тех или иных работ зависит от размера платы за данную услугу. Для начала давайте посмотрим. Уборка лестничных клеток. Лестничные клетки – это у нас с вами общедомовое имущество, и расходы должны нести все собственники и наниматели данного живого дома. Стоит эта услуга на сегодняшний день по решению городского совета рубль 27 за один квадратный метр вашей квартиры. Можно нетрудно посчитать. Периодичность выполнения уборки лестничной клетки мы в свое время, в апреле месяце, разносили дополнительно к счет квитанциям как раз вот этот информационный материал. И многие красноярцы уже с ним ознакомились. На самом деле убирать лестничные клетки, что входит в уборку лестничных клеток? Влажное подметание лестничных клеток и лестничных маршей. Его должны производить два раза в неделю. Дальше. Мытье лестничных клеток и лестничных маршей, в том числе и панелей, один, вернее, два раза в месяц. Мытье окон один раз в год. Это летом. То есть, как правило, происходит. Вот, собственно, такие услуги. Самое частое у нас что получается? Самое частое – это два раза в неделю влажное подметание лестничных клеток и маршей. То есть, здесь надо понимать. Опять же, те два дома возьмем. Помните, мы с вами говорили, девятиэтажка и пятиэтажка. В девятиэтажке 10 тысяч квадратных метров. То есть, начисление составляет 12 700 рублей. Это в месяц. Это начислено, но, как правило, есть неплательщики, собираются. И в пятиэтажке, если 3 тысячи квадратных метров, это 3 800 начисления в месяц. Это четырехподъездные. То есть, посчитать арифметику, разделить на 4, у нас на подъезд получается в среднем 3 200 рублей на один подъезд девятиэтажного дома. Но надо понимать, что это не чистая зарплата уборщика. То есть, сюда входят расходные материалы, порошки, тряпки, перчатки, униформа. Точно так же налоги на зарплату. То есть, получается, что вот такие деньги сегодня. Как проверить, мыли окна или нет? Нет, вот часто задают вопрос, что не моют, если, ну, это редкая услуга получается там. Да, один раз в год в летний период, то есть, и вообще, если вам даже не оказывается эта услуга, у нас сегодня как делается? Пришли, помыли подъезд, как правило, подрядчики, да, этим занимаются. И обязательно заведена тетрадка, и обязательно старосты есть, инициативная группа, они подписывают, что да. То есть, в управляющую компанию все равно приходим, если какие-то проблемы, если не убирается? Конечно, позвонить, заактировать, и вам сделают перерасчет, если не убирается. Спасибо большое. Ну, на следующей неделе мы говорим об уборке придомовой территории. Ольга, на этом все.